Это происшествие сколыхнуло весь посёлок Шиэльи. В Шимкент на суд приехали родственники и сослуживцы первые, переживая за своих сыновей, оказавшихся на скамье подсудимых, а военные для дачи свидетельских показаний. По стражу взят только один из пятерых подсудимых, старший лейтенант Рахамжан Тузелов. Именно по его приказу наряд в полном составе покинул службу. Остальные четверо подсудимых находятся под подпиской. Свою вину они полностью признали уже на первом судебном заседании. 7 февраля сего года пятеро подсудимых, военнослужащих погранслужбы, получив приказ выйти на боевое дежурство по охране границы с оружием в руках, самовольно оставили свой пост. По приказу старшего лейтенанта Тузелова они приехали в дом к младшему сержанту Ермаханову. В одной из комнат подсудимые оставили все свое оружие, четыре автомата Калашникова, а также табельный пистолет старшего наряда, после чего разошлись по своим делам. Пограничники надеялись, что оружие никто не тронет, но случилось непоправимое. Малолетние сыновья сержанта Ермаханова нашли спрятанный арсенал и стали играть с оружием. В результате один из детей выстрелил из пистолета в другого. Ребенок погиб на месте. Подсудимый обвиняется по статье 445 «Нарушение правил охраны государственной границы Республики Казахстан» и статье 462, часть 2 «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». В суде допрошенный старший лейтенант попытался объяснить причину, почему он оставил пост. «Мне позвонили из дома из Казаларды. Жена тяжело заболела. Не предупреждая вышестоящих командиров, я сделал вид, будто мы вышли в наряд, а сам дал команду своим подчиненным разойтись. Все оружие с боекомплектом мы сложили в доме младшего сержанта из нашего наряда. Он живет недалеко от места нашей службы. Я уехал в Казаларду, а вечером мне позвонили, сообщили, что из моего пистолета убит ребенок моего сослуживца». Рассмотрение дела продолжается. Спасибо. 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 Продолжение следует...